Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия фидерных удилищ от компании Maximus Jasper. Серия большая, включает в себя удилище с тестом от 30 до 180 грамм и длиной от 3 метров до 390 сантиметров. Что сразу могу сказать по бланку? Очень оригинальный дизайн в спиннинговой тематике, разнесенная рукоять. В спиннингах это, в общем-то, помимо веса, относительного удобства, кому-то как нравится. Это еще крайне важный момент, что производитель часто пытается показать такой вот разнесенной рукоятью, что бланк в ручку не вклеен, потому что бюджетные модельки, что фидеров, что спиннингов, часто бланк заканчивается здесь, либо чуть ниже, и, соответственно, дальше идет вклеенный кусок рукояти. Ну, сами понимаете, при такой вот конструкции чувствительность сенсорика в руку, она теряется практически полностью. Поэтому, скажем так, у такой вот фидерной серии нам производитель, видимо, показывает, что бланк единый, то есть сенсорик в руку будет при пробивке дна, ну и, в общем-то, это, наверное, понравится любителям спиннинговой ловли, потому что все-таки разнесенка эта спиннинговая тема. Значит, далее здесь у нас коричневая эва. По прочности, по, скажем так, на прожим, она мелкопористая, она очень плотная. Подгонка всех элементов, зазоров и всего остального здесь вопросов не вызывает. То есть, я смотрю, достаточно качественно все сделано. Катушка-держатель с верхним форогриппом. Здесь у нас на бланке еще есть такая вот хук-кипер, такое колечко. Для, в общем-то, это тоже взято из спиннинговой тематики. В общем-то, для того, чтобы вы цепляли крючочек сюда при переходе с места на место, когда вы ловите спиннингом нестационарно, да, а ходите с ним, облаваете какие-то места. Значит, дальше идет, соответственно, пробка. Ну и, соответственно, заканчивается у нас рукоять. Точно есть такая же пробка, плюс эва и такая вот пластиковая заглушечка. Колечки здесь стоят от компании SICK, в общем-то, которые известны давно и своей надежностью тоже зарекомендовали. Это не суперкрутые кольца, это не облегченная рама какая-то и тому подобное. Но, тем не менее, колечки выдерживают любые шнуры и лески. И, соответственно, пропилов, в общем-то, здесь я не слышал, что когда-то бывало. Каждый фидер снабжается тремя вершинками различной жесткости и противозахлестным тюльпаном. Тюльпан работает действительно качественно, то есть и позволяет, в общем-то, рыболову совершать ошибки и не отвечать за них. Пропускные кольца, скажем так, среднего диаметра, но которые позволяют совершенно спокойно пролетать узлу с шок-лидером. Я вот ловил на тестах, ставил специально плетню 0.13 и моно 0.3 аж. И, как бы, совершенно спокойно все это пролетает. Главное, вяжите это правильным узлом. Правильный узел можете посмотреть в разделе «Обзоры и советы» на моем сайте магазина Multifish. Значит, давайте, наверное, приступать к обмеру, как всем, в общем-то, это просит и нравится. Значит, у меня в руках 330 и тест 30-90 грамм. Значит, колечко, внутренний диаметр кольца 13,5, но она считается, грубо говоря, 15, но вот прям внутренний диаметр именно по вставке кольца 13,5. Значит, расстояние до центра держателя 50, ровно, и от нижней, скажем так, нижней части катушка держателя до конца рукояти, я буду так мерить, 43 сантиметра. И диаметр бланка. Диаметр бланка у нас 13. Ну и, соответственно, рукоять у нас, в общем-то, не имеет такого вот прям диаметра, он идет на нет, на уменьшение, дальше вновь на увеличение. Ну, давайте я буду в одном месте мерить, чтобы примерно поняли. Это, в общем-то, наверное, одна из самых точек, где максимальный диаметр. Значит, 23 у меня показалось здесь. Вершинок, соответственно, здесь три штучки. Маркированы вершинки в граммах. Две стекло, это у нас 60 грамм, и 30 грамм стекло, и 90 грамм у нас карбон. Следующий, следующая моделька 330, 60, 120 тест. Соответственно, колечко точности такой же. Диаметр бланка смотрим. 13,5, рукоять, все остальное абсолютно идентичное. По вершинкам 90, и 60 стекло, и 120 уголь, карбон. Следующая моделька 330, 90, 150. В общем-то, абсолютно все то же самое. Я, честно говоря, даже мерить, наверное, не буду. Те же самые абсолютно показатели. Просто, видимо, да, ну и вершиночки, соответственно, 90 и 120, это у нас стекло, и 150, это уголь. Расстояние от колец до катушки-держателя у всех абсолютно одинаково, как и у первого. Ну и, соответственно, последняя моделька, которая здесь вот сейчас у нас лежит на столе, это 330-80 грамм, то есть ровно 3 метра. Здесь точность также, те же самые кольца, та же самая длина рукояти, все, в общем-то, абсолютно идентичное. Единственное, что немножечко колечко нижнее, я смотрю, ближе к катушке-держателю, совсем немного. Ну, давайте я померю, то есть у нас получается 48. Значит, дальше по вершинкам. Также три вершинки в комплекте, 90 это карбон, 30 и 60 это стекло. Друзья мои, следующая 390 до 150 грамм. Значит, диаметр комля 15. Колечко, точность такой же, 13,5, ну, как бы, как я сказал, что оно считается 15. Значит, диаметр рукояти, соответственно, точность такой же, как и в предыдущем, 23,5. Значит, а вот расстояние, видимо, другие. 54 от кольца до центра держателя, от нижней части до держателя до конца рукояти 49. Значит, три вершинки в комплекте. Стекло у нас 120, 150 уголь и 90 тоже стекло. Следующая модель 390-180. Вот здесь, честно говоря, колечки могли бы быть побольше, да и на 150 тоже. Колечко, точность такой же, как и у предыдущей модели. Точность также расположена. Ручка, точность такая же. Все просто один в один. Так, по вершинкам. 150 у нас карбон и 150 стекло. И 120 тоже стекло. Ну, как вы понимаете, написано 150 карбон-стекло. Вы должны понимать, что стеклянное будет помягче. Значит, следующая моделька 360-120. Опять все то же самое. Те же показатели абсолютно. Но вот рукоять чуть покороче, я смотрю. Так, меряю от нижней части 46 получается. А вот от колечка и до центра держателя 54, как и там. Диаметры точность такие же. Значит, по вершинкам 90 грамм стекло, 60 стекло и 120 карбон. Значит, следующий. Следующий. 360-150. То же самое, абсолютно. Те же самые все размеры. Даже и мерить не буду. И по вершинкам, соответственно, перечисляю. 120 и 90 стекло и 150 карбон. Давайте тогда разбираем и смотрим строй. Итак, господа, разобрали мы все фидера. Константин Михайлович нам поможет их понагружать. Значит, в руках у меня 390-150. Вот я вам показываю, чтобы вы видели карту колец. Ну и, соответственно, все, как он выглядит внешне. Колечки. Ну, вот, как бы, с моей точки зрения, могли бы быть покрупнее, конечно, колечки. Но что есть, то есть. Значит, по поводу уголечка. Производитель заявляет, что он АМФ. В общем-то, ну, это бюджетная уголька, плюс которого надежность. Смотрите, построю. То есть, такой вот средний, быстрый, можно сказать, средний строй. Посылистая палочка. В руках лежит. Ну, не могу сказать, что легко, но уверенно. Значит, по вершинкам я поставил на все фидера средние по жесткости вершинки из каждого комплекта. Нагружаем. Видите, весь бланк работает. Ну, то есть, это больше все-таки средний строй. По поводу перегрузов и тому подобное. В рамках плюс 30 процентов примерно его можно перегружать. Но крайне аккуратно. То есть, при любых вообще перегрузах, пожалуйста, скажем так, бросайте не из-за головы, как говорят, маятниковый бросок. Это забываем. А именно с плеча, с постепенным ускорением, такой с вкладыванием хорошим. Да, и тогда фидерочек у вас бросит совершенно спокойно. И даже с превышением теста ничего с ним никогда не случится. 360 тест 60 120 у меня в руках. Ну, вот она уже лежит так поприятнее. Но лично мне не очень привычны такие ручки разнесенные. Потому что все-таки я привык к классике, так называемой, да, построю. Ну, средний строй. Средний, чуть ближе к средне-быстрому. Даже сказать, средний. Значит, по поводу, опять же, перегруза 120 можно. То есть, 120 где-то, ну, кормушка плюс корм. Да, сразу скажу, что везде тест указан без всяких плюсов. То есть, это общий тест. То есть, вес свинца и плюс вес корма в кормушке. Это вот здесь указан такой тест. То есть, нагружаем. Ну, видите, плюс действительно серия универсальна. Как вы видите, по строю ее можно применять и на течении, и на стоячей воде. То есть, именно действительно такая рабочая лошадка, которую на все случаи жизни ей можно ловить. Значит, следующая 390-180. Ну, вот такая палочка. Здесь у нас что-то не то со вторым коленом, я смотрю. Потому что почему-то идет нагрузка, а она как бы не отрабатывает до конца, а сразу тут же распределяет дальше. Давайте посмотрим это по нагрузке. Да, смотрите, да. Ну, все верно. Видите, вот верхняя раишинка, и сразу колено сгибается, а дальше тут же идет вот, смотрите, видите, она как бы жесткая и крайне тяжело дальше распределяет нагрузку. Хотя тест не такой большой. Ну, в общем-то, что есть, то есть, как говорится. Значит, следующая JASPER 360-150, 90-150. Смотрите. Ну, здесь колечки абсолютно одинаковые, как вы видите. По строю, в общем-то, за счет того, что она просто короче. В общем-то, вот такой вот строй получается. Да, 120, я им бросал 120, да, он бросает. Поэтому, смотрите, кому нравится ручка, вот такая вы, в общем-то, будете выделяться на водоеме. Следующая серия 330-390. Смотрите, вот здесь какой момент. То есть, мордочка бросит вам 30 грамм. То есть, 28 грамм, грубо говоря, я вот считаю, да, и плюс вес корма. Мордочка бросит. Дальше у вас на... Вот я им просто бросал сам, да, я вам скажу. То есть, 42-56 грамм она бросает не очень. Хорошо вам нужно ее дожимать, как бы, довкладываться. А дальше вновь опять начинается раскрываться. Да, уже до конца, да, до верхней границы теста. И даже с небольшим перегрузом. Это из-за того случается, что дальше идет просто упругий комель. То есть, нижняя треть, она более упругая. А вот, в общем-то, кто ловит, да, именно вот исходя из моих слов, такие веса и выбирайте. Видите, даже хорошо. Смотрите, как мягко, быстро сгибается очень вверх. Потом идет просто... Видите, такой вот провальчик. И дальше уже надо, вот смотрите, видите, ее прожать надо. Вот я ее прожимаю, смотрите, все. И вот она уже бросает уже ближе. Поэтому вот такой вот... Ну, все модельки, есть какие-то нюансы. Во всех моделиках. Значит, следующие. 330-80. Ну, то есть, трешка. Быстрая, приятная. Вот она, кстати говоря, такая вот посылистая. Ну, и бланк относительно тонкий. Вот здесь размер колечек, он подходит, видите, вот к этой палочке. То есть, она такая приятная, мощная, можно на карпа пойти совершенно спокойно. Можно на реке ловить и на плетню, и на монос, скажем так, до 40 метров. Прекрасно она работает. Ну, оптимально это 25-35 метров. Это вот ее нагружаем. То есть, палочка вот эта очень неплохая. Да? Видите, вот совсем по-другому серединка уже работает, чем на предыдущий. Вот поэтому она и бросает хорошо. Так, следующее, предпоследнее. 330 до 150. То есть, я думал, когда вот еще мы взяли эти палочки, да, я думал, что она будет там, ну, грубо говоря, ужасной. 330-150 тестов. Это, конечно, ну, надо поработать над ней. Но, в общем-то, ничего. То есть, я не могу сказать, что она плоха. Да, то есть, действительно, для таких вот дистанций до 45 метров в течение, либо это карповники какие-то, где можно, нужно справиться мощно с сильной рыбой, там, вываживать даже, чтобы она не продавила вам бланка. Да, это вот этот вот вариантик. По поводу кормушки, она летает просто замечательно. 70-120, это вот ее веса. И она замечательно загружается. Видите, вот пошла, как раз включается. И хорошо будет у вас бросать. Ну, кому нужны такие тесты. Значит, и следующий, последний, 330-120. В общем-то, это аналог, по большому счету. Вот, течение держит неплохо. Второе колено загибается на нем, да, но не сильно. То есть, это не сильно критично. Давайте нагружаем. Смотрите. Там небольшой горбик есть, вот на втором колене. Видите, нужно его прогружать. Здесь вот такой вот маленький нюансик, то же самое. То есть, вес примерно 40-50 он хорошо бросает. Потом на 70 идет чуть-чуть так провальчик. А дальше 90 и далее уже, ну, даже, наверное, 100 и далее уже все опять замечательно. Ну, да, господа, посмотрели строй серии JASPER. Я думаю, что, в общем-то, вы понимаете прекрасно, что за универсальные палочки я вам показал сегодня. Ну, действительно, какие-то поклонники есть. И вам решать самое главное. Мне главное вам дать достоверную информацию, честную и правдивую, чтобы у меня была совесть спокойно. А вы мне сказали спасибо даже мысленно, когда будете на берегу. Для меня это самая важная награда. Значит, по чехлу. Такой недорогой синтетический материал, тоненький, прошит на секции, под каждое колено отдельная секция, на завязках, верхняя, нижняя. И, соответственно, отдельный кармашек вот такой под вершинки. Здесь он вот так прострочен для того, чтобы тубусик не проваливался дальше. Должен сказать и напомнить, что ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на социальные сети магазина Мультифиш. Это телеграм-канал ВКонтакте, YouTube. Это обязательно, обязательно для тех, кто хочет получать бесплатно запасные части в период действия акции, которую мы проводим уже два года. И второй момент – это бессрочная гарантия на заводской брак, которую мы предоставляем на все удилища, которые люди у нас покупают. Подписывайтесь, покупайте в Мультифиш. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»